Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но все же Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok А будет только один Ну, печально, печально, ничего не поделаешь Но придется довольствоваться только одним матчем на сегодня Ну, а там уже как пойдет Допустим, не страшно, бывает такое Один, два, ну, часто, кстати, начали давать тех вин для Команча Ну, тут просто так не получилось у команды оппонента ДВК сыграть, ну, бывает Вчера, кстати, Команчи не могли, был небольшой перенос Сегодня как раз команда ДВК Но тут уже пошел тех луз В команде ДВК, и они выбыли из квалификации Еще расскажу о том, что это квалификации на Almeo Esports Cup Который пройдет в Казахстане в конце сентября На 45 тысяч долларов призового фонда Ну, интересно будет, по крайней мере, посмотреть Если бы у меня даже было время, я бы туда даже съездил Потому что Казахстан здесь не так далеко от меня находится И я бы с наслаждением взял бы и посетил бы Казахстан Ради такого неплохого турнира На котором будут работать таланты студии StarLadder Так Ну что, ставится пауза Ну и давайте пробежимся Но сегодня в составе команды есть такой игрок, как Рюджин, да? ТМВ, 1LS, Шачло Также Сегодня играет Экнар Это вот как раз у нас человечек Если не ошибаюсь По-моему, на шейкере Ну, сейчас посмотрим Точно Если я все не забыл Вот Рюджин у нас 1LS ZXX Это, кажется, ТМВ, да? Эккард И как раз Шачло на Бистмастере Ну, для вас так еще поподробнее пробегусь Шачло Играет На Бистмастере Играет Эккард Экнар На своем шейкере Также на Виномастере Я так понимаю В мид отправляется ТМВ 1LS играет на Эншт Париж И Рюджин будет фармить на Фантом Ленсере Но такое ощущение, что Возможно, здесь отправят все-таки фармить Как раз ТМВ-шку А вот Рюджин На своем Фантом Ленсере Отправится В мид против Инвокера Сейчас очень популярное решение Против этого героя И появляется Инвокер Против него сразу же появляется Тот самый неприятный Фантом Ленсер Который появился у Каманча Ну и что у команды Бокс Гейминг 312-й Это Фейслес Войт Эрла Играет на Инвокере Качинг На Клинк 7 Харбек Акан На Никса Ассасине И Майнэм И Сабанзай Играет на Шедоу Демоне Да Я все время хочу его назвать Так сказать Шедоу Шаманом Но нет 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 Да перекрестите Меня Семера нет Чтоб мне пусто было После этого Ох Ну хотя бы один матч Мы с вами сегодня увидим А то Совсем печально было Так ну и что Там кстати Зрители собираются Я думаю Скоро Соберутся Подскажите трек Трек Был Хороший Он был От шахмана You got the rights Man Трек был крутой Ну а если хотите Найти трек То лучше подписаться На мои социальные сети Вики.com Slash Flankyflame И искать их Эти треки Во время Трансляции В моем паблике В заглавной Группе Ну что ладно Поехали Давайте смотреть Разбегаются По своим линиям Распределение Да Действительно Фантом Ленсер Отправлять с нами Кстати у каменч Неплохое решение Забрали без мастера Который в принципе Контролирует От некоторой части Фантом Ленсера Если находит Единственного Да Шейкер Который против Фантом Ленсера Неплохо может сыграть Но Я бы не сказал Что Шейкер Это прям Такой ярый Контр-герой Этому Фантом Ленсеру Фантом Ленсер Да Много иллюзий Страдает Опять же От Вот этого Вот их ослама Фиссуры Тотема Да и вообще Любого массового контроля Ну а если На тушина То пошло У него есть Дуппельгангер И заивейдить Все эти способности Возможно Дуппельгангер Имеет не такой уж Большой кулдаун А вот На ПХ-слэм Кулдаун Все таки Значительный И Именно поэтому В некоторый момент Шейкер может ошибиться И Там все Пойдет И поедет Ну ладно Не об этом сейчас Все таки Фантом Ленсер Вместе С Топоришином Шейкером Виномансером И бисмастером И я лично считаю Что у Каменчи Нереально Крутой пик Атак спид от Бисмастера Есть Есть Хорошие Ультимейты Аж целых Три штуки Именно Массовые Один Фокус Это Бисмастер Праймл Бисмастер Ну и конечно же Фантом Ленсер У которого Есть Огромное количество Ивейда И Возможно Даже Огромное количество ХП В зависимости от Его Итембилда Может он прокачиваться И через Возможные Аганим Скипетры И через Дифуза И через Аскади И через Тараску Да через Что угодно У этого человека А у этого персонажа Есть огромное количество Вариантов Там кстати Хотят выйти Опять же Вот как раз Как говорил Комбо-вомбо Тот самый Вот как раз Шедоуземан Ой А там кстати Спирит Плэнс Был прокачан Вот Закомбинили Шейкер Правда уже приходит Готов уже давать фиссуру Ну если хорошую фиссуру Положат То в итоге Здесь скорее всего Заберут инвокера Инвокер отойдет Санстрайк Пошел файер и файер Есть фантом лэнс Ну и в итоге Это минус инвокер Так еще И проблемы Возникают У нескольких игроков Команды Оппонента Против Команча Ну вот так вот вышли Да Хороший в принципе Сопулятель Возможно Да Часть С этим вот как раз Ну я не знаю По-моему поторопились Под крипами Начали бить Еще инвокер Не особо так сказать Раздамажил этого Фантом лэнсера Да и санстрайк Был не очень точный Вот Ну и в итоге Рюджин то по сути Выживает Делает фраг И команда Блокс гейминг На миде теряет Время За счет перемещения Саппортов Теряют Инвокера Зарабатывая Давай заработать Все таки Фантом лэнсеру Что не хотелось бы Делать Потому что Первые два артефакта Инвокер отправляется В таверну по кулдауну Но Аганим возможно И не решит всех проблем Но Диффуза К примеру Будут очень даже кстати И инвокер Действительно Будет отлетать В таверну Чуть ли не постоянно Но Есть смысл Все таки собирать себе Аганим Потому что Данный артефакт Там кстати Сейчас еще посмотрите Закрывает В СС Войда Приходит Здесь еще И Экант Экнар С таким Интересным Никнеймом Парень Сегодня присоединился Кстати неплохой Пейл по двум героям Тут кстати пошил Еще чилин тач Начинают накидывать В СС Войд Получает по спине Очень больно Тут сейчас еще Веномальсер Гель не попадает По шедоу демону Ну и на самом деле Шедоу демона Можно здесь вцепить А если не получится Шедоу демона То можно вцепить К примеру Того же Гербега На Никс Ассасине В итоге шедоу демон погибает Яд действует Ну и возможно Фесса свой так же Погинет Буквально еще одна тычка Яд пошел Фиссурка И это минус Никс выживает Все таки у него Реген хп Достаточно неплохой Начальный Без танго 4 хп в секунду Это неплохо Ну не то что неплохо Это прям круто Это круто Хороший Реген хп Ну ему еще часто Вы можете наверное Встретить все таки Таких Никсов Которые покупаются Несколько Эншент манго И вообще Наслаждаются Шоколадной жизнью Жизнью в шоколаде Там кстати Посмотрите Просто Шачелон бегает За этим Клинксом Дамажит его С помощью своих Топоров А именно Ручных Ну и конечно С помощью своего Любимого кабанчика Тимон и Пумба На страже Так сказать Команды Соника В команде Нет Тут кстати Инвиз Ай-яй-яй-яй-яй-яй На 34 хп Вышивает сейчас Клинкс стоял на линии На 3 левеле И не имел Инвиза Вкачивал просто Сиринг Эролс Стрейф И только на 4 Прекачался Скелетон Волк И то Чуть ли Чуть ли Не погиб Вот если бы он Использовал манго И ушел бы Так сказать Вот в этот вот Инвиз То для бестмастера Это было бы плевать Там потратили 100 золота Да Потратил Артефакт Из которого Нужно будет собрать Солуринг Что для Клинкса В принципе Нужный артефакт Там еще и Чуть ли не погиб Но несуть Еще и на базу вернулся На базу вернулся Солуринг Он кстати себе Сейчас купит Еще и стики Позволит Ну нет Солуринг Кстати ман Не хватает денег Но вот можно купить Сейчас телепорт Танго Ну и в итоге Возвращаться на линию Там проблемы у Эрла На миде Рол покивает И это уже Киллинг сприт Рюджина Команч Впереди планеты Все Пережают карту По минутам Фрагами 5 фрагов За 4 минуты И 17 секунд По крепам 24 на 3 Есть у фантом лейсера 20 на 1 У беста мастера И 18 на 8 У вина мастера Топ 3 Нетворца И крипстата Держатся за Команч И кстати по Нетворцу Как раз топ 4 Потому что там Еще и шейкер Выходит вперед Но это пока Совсем другая история Да Состав на сегодня Кто не знал Шачло ТМВ Рюджин НК Кнарт И 1 ЛС Играют у нас Сегодня за Команчи Там кстати в миде Снова Вновь Фиссура Закрыли А если какие-то Дасты Ну Кстати Дастов нет Но есть Тотем Да еще и с крипами Разделяет дэмэдж Санстрайк И здесь сейчас Экнарт Но Экнарт погибает А фантом лейсер Вроде как Доделывает дела У него еще есть Руна инвиза Ему бы сейчас Просто отойти Дать тычку Еще тычку Это уже Дабл килл И мега стрик У Рюджина Он съедает инвиз Выпивает бутал Ну и готов Видимо идти Дальше Вот только правда Инвокер приходит В это время на топе Еще и справляются С вайдом Ну и кстати Рюджин уже Слишком долго И слишком уж Опасно Играет на миде Может сейчас Еще и отъехать В итоге да Рюджин сейчас Получает Неприятный Все таки Соло кетчер Шейкер Фессура Санстрайк делится Сейчас вместе С Рюджином Все таки Экнар Ну и в итоге Фантом Лейсер выживает Шейкер погибнет Да и черт с ним Не жалко Главное Стрик Фантом Лейсера Не отдать Фантом Лейсер еще и на развороте Девает фраг У него есть допель гангер Так что он отсюда Хоть как уходит Ну и в итоге 9-2 Шестая минута 11 фрагов И команды совершают 9 из этих 11 фрагов Зарабатывая сейчас Ну Фантом Лейсер Если честно Зарабатывал уже много денег У него по Нетворце Уже даже на крипов Смотреть не стоит 3700 монет Это не 1000 Нетворца в минуту Но блин 3700 за 3800 Прошу прощения За 6,5 минут Это неплохо Это прям Шикарно Заходят для Фантом Лейсера Постоянные фраги Постоянный шейкер на миде Который помогает Ну и не без помощи Конечно Своего бутла Ну и что по первым артефактам Диффуза сразу будет покупать Соберюджин Играет в агрессивного Фантом Лейсера Без фарма Без аганима Без жира Просто Так Легко И просто Просто так Легко и просто Да? Дважно и просто Но для Фантом Лейсера Действительно это Убер Легко получается Он решил взять Камачи взяли Этого все таки Фантом Лейсера Против инвокера И были чертовски правы Фантом Лейсер Очень живучий Очень много проблем Составляет А тут еще и саппорты Камачи бегают Находят Фестлосвоид Который Якобы должен был Занимать Такую Чуть ли не кор Позицию Потому что Его опекали Саппорт Некоторое время Там кстати Сейчас на амите Посмотрите Фантом Лейсер Продолжает идти дальше Тут еще шейкер Тотемчик Ну и в итоге Вместе с Рюджином Завершает еще один фраг Приходит правда Шедл Деван Рюджин продолжает Дальше биться Об этого Никса Спирит Лейнс Будет скоро Ну и без него Справляются Забирают Кстати похоже Все таки Отлетает Фантом Лейнсер За него сейчас Зарабатывает огромное Количество денег Лейнс Сделает еще один фраг Это уже Двойной Дабл кью Так Хай О нет Подождите Эрл все таки Совершил Фраг На этом инвокере Нейтральные крипы Тычка Но нет В итоге Минус 3 В исполнении команды Боксгейминг Совсем неплохо Заработали 867 монет Это еще без Учета Шикироса Где-то около Тысячи монет Они подняли За этот файт Экспериенса Тоже Ну и в итоге Каманчи Здесь сейчас Просто подарили Какое-то свое преимущество Потому что Каманчи лидировали В 3000 В начале Даже больше В 4 примерно Ну а сейчас Вот как раз Преимущество Упало до 3 По золоту И по экспериенцию Преимущество С 3 до 2000 Грубо говоря Вот Ну и что Бинаминсер Спокойненько стоит Не парится Конечно же ТМВ На этом венике Есть скрежные стики Ринклфраг Вилла Тапок Тут в это время Еще на нижней линии Клинкс Продолжает Совершать фраги И убивает Еще и Бистмастера Бистмастера Кстати уже есть Шестой уровень Так что Может ходить И помогать Опять же Там уже Рюджина Убивать Инвокера Или приходить На топ Убивать Фессосвоида Потому что Ну Праймурор Который действует 3 секунды На первом уровне 4 секунды На последнем Я думаю Этого более чем Достаточно Для того Чтобы Этого Фессосвоида Как-то Подконтролировать И забрать Ну а Почему нет Что с этим героем Еще делать Там кстати В это время Клинкс Продолжает Просто Изничтожать Саппортов Команды Противника Бокс Гейминг Да Это минус Бонзай По-моему Это последнее Слово Которое он мог Здесь сказать Против этого Фантом Лэнзера Ну уж слишком Этот герой Неприятный Против ШД Ну ШД вообще Ничего из себя Не представляет Пока что Он может прятать Да Давать Свои Как раз Неприятные Дизрапшены Под импл Под им Санстрайк инвокера Но этого мало Ну и посмотрите Рюджин просто Выходит дальше Даст У него нет Ну тут ставится Айсвол Векс пока Эрла Не берет Ну и уйдет ли отсюда Инвокер Ну фекс у него появляется На единичку Рюджин направляется Дальше Мансит и Ведди Тут же приходит Никс Ну и кстати Никс получает Спиртленс Ипл в минус Там еще и в это время На топе совершает Фраг на Клинкс 7 Виномансер Радается в ультимейт Откидывается еще Неприятными Плагувардами Но и это Минус Весл освоит Ну и в итоге Фраг достается Клинкса Все таки Виномансеру Который заслуженно Раскистовал Все Забайтил Потерял огромное Количество КП И выжил Ну и Фраг на Клинкс Отходит В мир Но и с помощью Того самого Эншит Париж Но у которого Кстати Нетворс 2100 2200 У Шейкера Ну например Фраг на Клинкс Плавенный Ну а тут В это время Еще и на Миде Фантом Лейсер Продолжает Просто зверствовать Он отправляется Дальше Находят Шилл Демона И забирает Его В свою копилку Ну там уже Диффузат Так что Остановить Этого героя Никто не может Грубо говоря Сейчас Никто просто Не помеха Этому Фантом Лейсеру И Фантом Лейсер Готов идти И изничтожать Любого Кого только Встретят На своем пути Главное Чтобы мана была Да и хп Была более-менее Чем достаточно Ну По крайней мере Хп достаточно Это верно 600-800 Потому что Доблигангер Кулдаун 7 секунд Это не страшно Уже Там кстати Первый талант Плюс 20 Катак спидов Ну вот 75 к демеджу К спиртланцу Все-таки берут Но это через Загонит Так кстати Там что у демона Сейчас возможно Отъедет ДК свэм Тотем Ультимейт Оттенш Топоришина Ну и скорее всего Клинк здесь погибнет Нужно еще одну Тычку нанести Еще одну Ну и здесь Погибает Клинкс Тут еще и погонит Теперь за Фейстласс войдом Которого Манны сейчас Скоро времени Не останется Никс также здесь На подсейве Праймл Рорус Заходит в него Полным своим составом Ну и конечно Некромиконы С вот этими Вот кабанчиками Расстреливают Расстреливают Просто Всех подряд Ну и что Готовы идти дальше Т1 Твера уже У команды В бокс Гейминг отсутствует Ну и команды Продолжают Давить Что на топе Что на миде Фантом лейзер Да на миде На топе Виноманс Рюджин Кстати уходит Отсюда Снимает еще И култ снэп С помощью Доппельгангера Нет Доппельгангер Это какая-то Имбалансная способность Потому что Ну Диспелит она Такие вот Слабые способности Которые можно Задиспелить Да Которые имеют Нормальное Чищение И в итоге Фантом лейнсер Не только уходит И создает еще Иллюзии Вместе с иллюзиями Да Тем более Давая Так сказать Чуть ли не способность Блинка В некоторый момент Тут сейчас За венихом Погоня Санстрайк Клинкс Ну вот Слабо Отставился Здесь сейчас ТМВ Но при этом Он справился Спокойненько С Т2 тавером Его забрали Втроем Перестянулись Еще на топ Имбокер Так что Перетяжка Минус вышка И в это время Кованчи ломают Т2 тавер На боте Ну Кстати Тут уже Бестмастер Приходит Второй Некрами кон И шел здесь Спокойно себя И уверенно Чувствует Без проблем Еще пошел Праймурор Фиссура Ну и Не знаю Куда заходил Этот ФС освоит Он получает Просто Праймурор На 3 секунды Получает Некрами кон В лицо Минус мана Ну и шики Рост там Еще и на подсейве С фиссурой Третьего уровня Также Полторы секунды Действия стана Ну и 210 дэмэджа Ну а ФС освоит Пока Не очень Так сказать Уверенно Выглядит По артефактам Все очень скудно По Найтворце Все очень скудно Да и В принципе Как у инвокера Месте С остальными Тиммейтами Да Юрла Все таки Юрла Купил Себе Мидас На этом герое Купил Талисман Тапки И ТП Но этого мало Выход в гоним Это замечательно Но этого Действительно Пока что Очень Очень Мало Потому что Фантом Лейнсера Уже 12 уровень По сравнению С инвокером С Мидасом Это На 4 уровня Больше Ну там Клинкс Как то еще Выбирается Все таки Он там Сделал пару фрагов Сбил стрики В итоге Заработал Не так уж И мало Экспирианса Так что 10 уровня Себя поднять Смог Ну и тут Видимо Сейчас будет Минус 1 лс Потому что Импейл Потому что Стрейф Потому что Ну вот так вот Могут делать Понятно А тут Кстати еще и пошли Посмотрите Что делают Ультимейт Просто Заходит Заходит От Фаришна По двум героям Ну вот Ербек Остается в живых А вот Клинкс Здесь пока что Ну вот так вот Диффуза Минус мана Вижен И сейчас еще И Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Ну ладно Тут без маны Сейчас Остается Стики прожимает Уходит Делает Телепорт Но шейки Рос Эхослэм Ну Эхослэм Хорошая штука Но Афтершок Имеет Не такую уж Большую И огромный Радиус Поэтому Все таки Не достает Был бы Бизмастер С праймл руром За что бы Хорошо А тут Эхослэм Немножко Напугал Взбудоражил И не более Ой, а кстати Тут дасты Еще заходят Ну и в итоге Минус Качинг Качинг погибает И вот так вот У Каманчи Легко Получается К пятнадцатой Минуте Набрать преимущество В одиннадцать тысяч Со счетом Двадцать два девять Ультимейт на парад Залетает Садипа Никсу Ну Сейчас бы Еще даст Использовать Через пять секунд Попробовать Ну да нет Но да не стали А вот Кстати Вот Кстати У нас еще Игербек Ну и кстати Игербек Скорее всего Тут его Как бы считаю И хи И эр Так сказать Транслитом Ну скорее всего Это Либо Нурбек Тогда уже Да Нурбек Либо Хипвек Хипвек Ладно Все внешние тавера Уже почти упали Да Я не заоценил Пока что Команчи Они еще не сломали Т2 тавер На миде Но чувствую Что скоро Время придет И по моему Оно уже Близко Клинс Купил себе ПТ Купил себе Суларинг Факвилл Угрейдженные стики Лайтстоун Выход В дизоль Ну по моему Такое количество Контроля Некромиконы Диффузами Которые Кстати Снимают Эффект стрейфа Кто не знал На самом деле Любой герой С диффузами Очень хорош Против пингса Клинс дамажит Так спит хороший Под стрейфом Но вот как раз Эта штука Диспелится С помощью диффузов Причем Очень часто Можно увидеть Дан артефакт Ну а что можно Можно еще Юлак взять К примеру Как постоянное решение Но это больше Для саппорта Так Есть Праймл Рор Секунда По моему Надо Давайте Хотя Кстати Нет Особо Так сказать Не торопится Праймл Рор Сохраняют И просто Тратят Пару Ультимейтов Игроков Каманча И в итоге В это время Пока Там Забирали Рошана Фантом Лейсера Все таки Встретили И Фантом Лейсера Нашла Его смерть Уже Кстати Вторая На этой карте Да Одинницы Два За него Заработали Тысячу Золота Тысячу Триста Экспириенс Но там Поставали Все таки Сделали Комбо Бомбо И Показали Кто на этой Карте Еще На что Способен Так Ну и что На миде Санстрайк Залетает Пашачло На мастер Продолжает Закидывать Змейками Ну и кстати У него уже Появляется Санжин Яша Санжин Яша ПТ Грыжные Стики На Егис Аши Икирос Уже Сблинг Который Кстати Готов Инициировать Своей Массой На масте Залетать С Эхослемом И Разбираться С игроками Команды Боксгеймер С коробкой Ну вот кстати Фантом Лейтер Слишком далеко Заходит Сейчас можно И Кстати нет Хрансферу Потратили на него Вот еще в этом Пайте Поэтому Все таки Здесь погиб Но вот сейчас Хрансфера Нет еще 60 секунд Поэтому Рюджин С своей командой Спокойненько Продолжает Просто закидывать Копия Закидывает Свои способности И Немножко Подпушивать Т3 тавер На миле Вышку Доломаю В скором Времени Там еще Можно пару Иллюзий Создать На мастер Который Стоит Змейками Действительно Спамит Четвертого Уровня Ну там И 450 Линкса Ну Похоже Минус Живет Ветра Не долетают Ну и в итоге Команчи продолжает Просто убивать Свижен есть Айла здесь не отпустят Эрл погибает Ну а Команчи заходят Ломают Т3 тавер И по-моему Можно здесь уже Ломать даже Бараки Люди кстати От Шилл Демона Достаточно Сильны Так что Они могут Разбираться И не только С этим Лхпшным Виномансером Ну и так же Разобраться К примеру С тем же Аппаратом Но аппарат Все таки спасает Свой человек Фантом Ленсер Который тоже От этих иллюзий Отхватил Ну и отступает Вроде Команчи Большинством составов Фантом Ленсер Отступает Потому что Погибать ни в коем случае Еще раз нельзя Денег подаришь И потом Ищи свищи Игроков Команды Бокс Гейминг С артефактами На их базе И попробуй К ним вообще зайти Ну понятно Что там как бы Клинкс У которого сейчас Появилась медалька Передумал Покупать себе Дизоль Первым таким Серьезным артефактом Медалька все таки Выглядит чуть подешевле В некотором смысле Даже получше Потому что Ну дополнительный Монореген Дешевле Снимает армор В том же количестве Что и Дизоль Но Дизоль при этом Дает еще и дэмэдж И не снимает Твой армор Так что посмотрим Что из этого получится В принципе Под бафом Клинкс Должен много Выносить Тем более Не стоит забывать О том что у него Сейчас время действия Как никак Действительно 65 секунд А это много 65 секунд Ну блин Сами посудите Это действительно Так сказать Существенный Существенный таймер Плюс 10 Зеленого Ну и продолжается Кстати тут Избиение Некромиконы Третьего уровня Хайграунд Иллюзия Змейки Некромиконов Можно забрать Некромиконы Также погиб В итоге Выкупается Здесь сейчас Еще и Никс Ассасин Возвращается На линию Ну и похоже Здесь сейчас Можно Разобраться Допель Уходит Рюджин Емп Без маны Останется Виномансер Ну и Виномансер Погибает Ну это Стоимость Байбэка Они здесь Заработали Деньги Но больше Похоже Все таки Потеряли Там еще Кстати Клинкс Выходит После Байбэка Сделать Ничего Этому Нобалансеру Не может Ну и В итоге Это Рэмпэйдж Для Рюджина Который Отправляется Дальше Ой-ой-ой Не того Ты отправил В этот Дизрапшин Из Дизрапшина Люди Не выходят Рюджин Продолжает Свой Рэмпэйдж Отправляется Дальше Но тут Уже Далеко 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 Не зайдешь Так что В итоге Рюджин Отправляется Просто Фармить Тут Кстати Можно Развернуться И подраться С тем же Вайдом Потому что Шейкер Рядом Какая-нибудь Фиссурка Тотем Ну Пока Без Ахаслема Кто Против Кого За команду Дайр играет Каманч За команду Радиант Исполняет Команда Збокс Гейминг Санстрайк Лол ХП Остается Рюджин Погибает 7 Киллов Стрик Сбивает Инвокер Зарабатывает Просто Киллинг Сприм Ну И Появляется У него Уже Аганим Ну А тут Кстати Бараки У команды Збокс Гейминг Остались Целые И невредимы Как хотелось Как не хотелось Ну Вот Бараки Остались Так Ну и что У нас тут Драка В итоге Продолжается Забирают За сейчас Инвокера Без Байбека Забрали Шедоу Демона С Байбеком Ну И погоня За них С Ассасином Ну Тут Конечно Некромиконы Уже имеют Трусай Так что От них Не уйдешь И ну Ой Да Хотел Дать Хроносферу ФС Освоид Мог Прожать Стики Дать Но Маны Просто Не хватило Что ты хочешь Если ты дерешься Против Некромиконов Против Контроля Да и против Самого Безмастера Еще с этим Дополнительным Атакспидом Ну Это сильно Смотрится В итоге Кстати Пошел Здесь сейчас Хрона Воит В одного Безмастера Не самая Улучшая Цель Фантом Лейсер Возвращается Цепляет Здесь сейчас Качинга Забирают Также Шилл Демона Ну И в итоге Команда Бокс Гейминг Остаются В меньшинстве Инвокер Байбек Нет Через 10 секунд Появляется Ну Главное Что Клинкс Погиб А у него Как раз Байбека Нет В итоге Фантом Лейсер Справляется Здесь сейчас Еще и с Никсом Забирают Нижнюю линию Ну и Возможно Устроить Мег крипов Либо закончить Эту карту И удариться В Т4 Ну Рюджин так и собирается Только Рюджин Сейчас погибает Просто От Т4 Ну Расчет Наверное Все таки На байбек Что можно Байбек Совернуться На мид И запушить Все это А тут даже Не ставили церемонис А Good Game Will Play Прописывает Команда Box Gaming Ну и В итоге Каманчи Выигрывают Эту карту В 1.32 И проходят В 1.16 Но Пока что Данных И информации По 1.16 Нет Но кстати Там вроде как Скидывали сеточку Сейчас посмотрим Что там И кто Каманчи ожидает А главное Когда Это очень важно Потому что Мне лично Интересно